Переписчик полевого уровня Татьяна Татарина участвует во всероссийской переписи населения уже второй раз. В 2010 году она с большим энтузиазмом отработала сразу на двух участках. Поэтому ее наградили медалью «Почетный переписчик», которая приравнивается к званию «Ветеран труда». В этот раз Татьяна тоже не осталась в стороне. В этом году все будет намного проще, тем более нам выдал планшет, не надо будет писать ручкой, все заполнил. Быстренько, сразу все отправил, вообще будет все замечательно. Тем более еще некоторые будут переписываться через госуслуги. Это вообще облегчит работу переписчиков. Обучение переписчиков длится три дня. За это время участникам должны рассказать, как проводить процедуру переписи на дому и проверять QR-коды у тех, кто уже это сделал самостоятельно на портале госуслуг. Раздаем сегодня все материалы, амбудирование, планшеты, которые подвязаны к геолокации на каждый участок. Каждый переписчик будет закреплен за какой-то территорией и будет проходить переписи. Самый главный принцип переписи – самоопределение. Информация, которую переписчик заносит в программу, подается со слов жителя, без предоставления подтверждающих документов. Также гражданин может выбрать сам, на какие из 33 вопросов он будет отвечать. Гражданам не нужно беспокоиться о том, что предоставленная им информация, личная информация, будет в общем доступе. Такого не будет никогда. Переписчики свою работу начнут с 18 октября. Более 5000 человек обойдут все население Самары. Узнать переписчика можно по голубому шарфу и жилетке с надписью «Всероссийская перепись населения». Также у каждого будет удостоверение в виде бейджика, который действительно только при предъявлении паспорта. Все данные должны будут записать в планшет, без использования бумажных носителей. Никита Колосов, Григорий Плешаков, События.